Документация стройплощадки Всем привет дорогие зрители и подписчики канала РусГеймВижн, меня зовут Павел И мы продолжаем прохождение игры Альтернатива Предыдущей серии в конце игра вылетела Видимо из-за вот этого просто невероятнейшего во всех смыслах ролика, в котором нам показали здание Эндоры То есть видимо из-за этого игра я просто не смогла понять, что это лучший в мире ролик Так что она просто не в состоянии его воспроизвести, она взяла и вылетела То есть попортила чуть записями в конце То есть скорее всего, не знаю, будет ли там на записи какие-то косяки или нет, но возможно будут Так что ребят, моей вины здесь нету, игра взяла и вылетела То есть с моей стороны здесь ничего нету Нагло оказался тот парнишка, которому мы помогли То есть он говорит, у меня сын там все плохо, бла-бла-бла Мы ему помогли, он говорит, а я тебя не знаю, кто такой вообще? У моего сына вообще никогда не было проблем, он ничего вообще не воровал Я тебя знать не знаю Ну в итоге, в общем-то, так оно и вышло Что он свою часть сделки сделал только тогда, когда мы его припугнули По поводу шантажа Вот, теперь нам надо, собственно, найти, как я понимаю, что-то А что нам надо найти? Какие-то чертежи, планы, короче говоря, какие-то непонятные вещи, которые нужны для сопротивления Так, вообще по-хорошему надо было этого секьюрити еще там как-нибудь сдать Но если бы мы его сдали Он бы нам не помог, и нам бы не помог бы уже никто в этом плане Так, ладно Давайте продолжать, собственно Что у нас тут есть? У нас есть записи База данных Новая система охраны Это я, собственно, не прочитал с прошлого раза Потому что мне пришлось переигрывать практически всю серию С последнего сохранения Ну да ладно Это в здании Так, это все не то Компьютеры Компьютеры Выключены К тому же у меня нет времени с этим возиться Все, что я мог бы взять, это клавиатура Но она мне не нужна Я бы монитор прихватил Неплохой Вместо телевизора Безымянный сказал мне найти документацию стройплощадки, на которой я работал Что? Здесь только какие-то пустые папки, книги и запертый ящик на полке Наверное, документы хранятся в нем Да ладно Здесь документов нет, а ящик я открыть не могу Жаль А тут что интересно? Схемы фундамента Но мне не эти схемы нужны Я возьму только булавки, больше мне ничего не нужно Да Ну хорошо Так, давайте посмотрим Может у нас есть какая-то подсказка в КПК Тут ничего Тут тоже ничего А, о, выдвижной ящик Похоже, эндоры везде ставят такие универсальные замки Надо приложить булавки к круглой поверхности И они либо выпадут, либо сдвинутся в зависимости от того, как повернется замок К сожалению, я не знаю правильную последовательность Ой, да ладно, у нас есть А что мне дальше делать? Подожди Я ничего не могу Так, давай разбираться Так, давайте ставить булавки по очереди Так, так, так Ага Теперь Так, теперь вроде бы как-то надо вот так, что ли, хрен знает Вот так Так, и теперь нам надо Эммм Так, и последнюю булавку нам надо вот как-то сюда Ага Вот так Нормально Готово В конце концов это оказалось не так уж и сложно Так Вот Здесь проектная документация всех зданий в Праге А теперь надо отсюда выбираться Факт Так, а куда нам уйти? Сюда? Или сюда? Давай сюда Что-то происходит Опа Оу Что-то я ничего не понял Короче, что тут было Документы у меня Их было совсем не просто достать Ты что, полагал, что работа на сопротивление будет сплошным развлечением? Да Нет, но устроиться на работу в Эндору само по себе было нелегко А когда я уходил, мне и вовсе стреляли в спину Привыкай Будет только хуже Идет война, и нам нельзя расслабляться Хорошо Я устал Документы-то хоть пригодятся Конечно Но, к сожалению, здесь не все Часть документов отсутствует Отсутствует? Но я забрал все, что там было Нет документов о самом здании Здесь лишь введение И где же тогда остальное? Возможно, на стройплощадке В офисе начальника строительства Тебе придется сходить туда Но сейчас там закрыто Скорее всего, я пройду лишь до ворот, не дальше Об этом сейчас не беспокойся Отправляйся утром Ты выглядишь уставшим Иди отдохни Это не то, что я хотел услышать Хотя... Есть еще кое-кто Что? Когда я убегал из здания Эндора, меня чуть не убили Но тебе удалось уйти, не так ли? Да, мне помогла женщина Та, которую мы видели на пленке из квартиры профессора Убийца Что? Что она там делала? Чем именно она тебе помогла? Она отвлекла их, когда они начали в меня стрелять Такое ощущение, что она ждала меня А затем она быстро исчезла Но я узнал ее Послушай меня Эта женщина опасна Возможно, она попытается убить и тебя Может быть, она знает, что ты примкнул к сопротивлению Так что иди домой Мне нужно все обдумать Береги себя И загляни сюда завтра утром А, ну то есть дом... Домой идти... Удозрительно Когда я упомянул об убийце, безымянный и насторожился Неужели он боится за меня? Но если эта женщина действительно хочет меня убить Тогда почему она спасла меня в Эндоре? Может быть, она вовсе не убийца? Что ж... Мне лучше перестать об этом думать Утро вечера мудренее Нужно увидеться с Томом Он беспокоится обо мне, хотя и не показывает этого Ну, пойдем, сходим в бар Послушай, Том, ты уже закрываешься? Я? Конечно Уже поздно Или скорее рано Скоро рассвет Похоже, сегодня будет теплый денек Да И как долго мы будем беседовать о погоде? Ладно, извини Просто захотелось навестить тебя перед сном Для безработного у тебя довольно много дел Кстати, говорят, чем ты сегодня занимался весь день? Ничем Я не сую свой нос в серьезные дела Хотелось бы мне тебе поверить Говорят, Энди утащили андроиды Что? Вот болван Когда я не увидел его возле ворот, подумал, что, возможно, его арестовали И скорее всего, по серьезному поводу Потому что я пробовал его вытащить в последний раз И не сумел Даже мои связи здесь не помогли Может быть, ему будет полезно провести некоторое время за решеткой Это охладит его пыл и, насколько я знаю, вреда ему не причинит Если он выйдет живым Возможно, мне придется задействовать свои связи Значит, ты так и не оставил мысль о сопротивлении? Извини, но я должен был это сделать Ладно, Ричард Я предупреждаю тебя Пока еще не поздно Сопротивление мало похоже на придуманный тобой идеал Люди погибают там часто, даже не зная за что Один человек ничего не может добиться И поверь мне, я знаю, о чем говорю Я верю, но мне нужно было попытаться Мне нужно знать, есть ли альтернатива Уже поздно Бар закрывается Прости Так Ладно, бар закрывается Собственно, значит Пойдем домой Ночевать-то надо где-то Ой, как хочется прилечь Я очень устал Как это попало сюда Что? Странно, дверь была заперта А, какая-то, смотри, бумага валяется Все, что тебе известно, неправда Искаженная реальность Если ты хочешь узнать всю правду Иди к профессору Поторопись Все, что... Не могу поверить Что это значит? Я не собираюсь сейчас ложиться Ну, правильно, да Поехали к профессору на квартиру Где он живет-то? Вот он, здесь живет у нас Я там, надеюсь, все-таки Кота не поймали Эти узбеки или там Кто-нибудь, я не знаю Кто там шаурмут у нас делает Что? А, не успел прочитать Может быть, она ждет меня внутри? Нет, я жду тебя здесь Где? Ты? Убийца Ты убила Петренко И попыталась повесить это на меня Погоди минутку Я надеялась, ты пришел выяснить правду А не обвинять меня в убийстве Ведь ты знаешь только малую часть Может быть, мне известно не все Но, уверяю тебя, я знаю достаточно Неужели? И кто тебе это сказал? Видимо, безымянный как следует промыл тебе мозги Мерзавец Что? Не понимаю, о чем ты говоришь Умоляю, не надо Ты хотел вступить в ряды сопротивления Заглотил наживку и попался безымянному на крючок Разве тебе не приходило в голову Что, может быть, все идет слишком уж гладко? Ничего не гладко А я все еще не возьму в толк Какого черта я тут болтаю с убийцей Дело которой чуть не повесили на меня Да ладно тебе Безымянный с самого начала знал, что ты не убивал Петренко Ему просто нужен был кто-то для грязной работы А зачем ему нужно было обвинять меня? Ничего не понимаю Возможно, он просто испытывал тебя Ты для него идеальная жертва Не первая и далеко не последняя Что? Как же так? И кто ты такая, чтобы читать мне наставления? Ричард, Ричард, Ричард Ты так до сих пор и не понял Откуда ты знаешь мое имя? Ричард, я многое о тебе знаю И наши судьбы во многом схожи И что же мне теперь делать? Послушай, я помогла тебе в Эндоре не просто так Признаю, ты отлично справился Но не окажись я рядом в тот момент Мы бы сейчас с тобой не разговаривали Почему я должен тебе верить? Пробраться в Эндору было совсем непросто Ну а я сам справился Там больше никого не было Так что тебе придется доказать, что я тебе чем-то обязан Что ж, даже если бы я и не помогала тебе в Эндоре Думаешь, ты сам смог бы пробраться в Теалекс? Может быть, это действительно было легче, чем я ожидал Но только не говори мне, что все организовала ты Конечно же, не я одна Сопротивление Настоящее Но этого не может быть Может, Ричард Конечно, у тебя много вопросов Но сейчас ни время, ни место, чтобы отвечать на них Уютно А я думал, у меня плохая квартира Я не живу здесь Я только провожу ночи Не могу надолго оставаться на одном и том же месте Мне кажется, пора ответить на несколько моих вопросов Ты так не считаешь? Поэтому я и здесь Спрашивай Начнем с того, что ты знаешь, как меня зовут Но я не знаю, как зовут тебя Андреа Рожкова Приятно познакомиться Но у тебя, конечно же, есть и другие вопросы, не так ли? Ну, давай Кто этот безымянный, если он не состоит в сопротивлении? Безымянный Это один из лучших агентов государства О нем мало что известно Совсем недавно он приехал в Прагу Откуда-то из бывшей России Он получил наилучшую подготовку Говорят, он пытался уничтожить сердце сопротивления Устранив несколько определенных семей Но однажды его постигла неудача По слухам, эта неудача Единственная его неудача Сильно действует ему на нервы И с тех пор он делает все возможное Чтобы стереть сопротивление с лица земли Почему он не убил меня? Это часть его плана Он старается избавить себя от лишних хлопот Как это делали немцы во время Второй мировой Они заставляли евреев в концлагерях Копать могилы не только себе Но и своим родственникам Безымянный усовершенствовал этот подход Заставив своих жертв Делать это добровольно и с песней Он находит бедного человека В затруднительном положении И обманывает его, говоря, что поможет ему Он хорошо с ним обращается И убеждает его, что тот Выполняет задание для сопротивления На самом деле жертва сама роет себе могилу И в конце концов получает пулю в лоб Каждый раз история повторяется Но он хотел, чтобы я узнал как можно больше об Эндоре На самом деле я искал информацию, которую сам отчаянно хотел найти Это значит, что государству точно неизвестно, что Эндора пытается предпринять И ты как раз оказался у него под рукой Так, ну допустим Но где же настоящее сопротивление? Как я могу с ним связаться? Никак Либо сопротивление выходит с тобой на связь Либо считай, что тебе не повезло Большинство людей воображают сопротивление Некой организации с тысячами сторонников Которые вместе идут вперед Движимые идеей Но это совсем не так Ни один из членов сопротивления Не знает более двух или трех своих соратников Именно в этом наша сила Государство часто объявляет о подавлении масштабной атаки со стороны сопротивления Я даже бывал в местах таких сражений Я видел тела людей и обломки андроидов Эти сообщения обычно не соответствуют истине, но ты прав Время от времени действительно происходят стычки Однако это не настоящее сопротивление Обычно какие-то люди собираются в группы и пытаются поиграть в ополченцев Но кончают с пулей в голове Хм, а что же тогда делаете вы? Время от времени тот или иной член сопротивления выполняет какое-нибудь задание Но мало кто знает, с какой целью Откуда вы знаете, что вами никто не манипулирует? Мы надеемся, что это не так Кроме того, мы уже провернули несколько удачных дел Например, сместили границы кварталов так, чтобы в трущобах появилась приличная больница Это дело рук сопротивления? Но ведь это было сделано на основе принятого государством решения, не так ли? Совершенно верно Так и должно было казаться Ну, допустим Я не понимаю, зачем понадобилось убивать Петренко? Должна за это извиниться Ни я, ни профессор не хотели, чтобы в этом обвинили тебя Что значит «ни я, ни профессор»? Что это за чушь? Знаешь, некоторые члены сопротивления вынуждены работать на несколько сторон Нравится им это или нет В случае с профессором это были все стороны Он помогал сопротивлению, но должен был работать на Эндору, Теолекс и даже государство Хм... Но я все еще не могу понять, зачем нужно было его убивать? Послушай, тебе должно быть известно, что профессор Петренко основал Теолекс И сконструировал первого андроида типа Майкл Это принесло ему славу и успех Но после войны Теолекс изменился Андроидов начали использовать для силовых операций и подавления А этого профессор не желал никогда Поэтому совет директоров больше не нуждался в нем Они сделали его почетным вице-президентом компании Эта должность не предоставляла ему никаких реальных полномочий И его отправили в трущобы Они позволили ему работать над тем, с чем не могли справиться сами Но ему так и не довелось снова координировать крупные проекты от начала и до конца Он мог работать только с фрагментами А потом он начал помогать сопротивлению Но не очень активно, так как не хотел привлекать к себе внимание До тех пор, пока какие-то инженеры из Эндоры не нанесли ему визит Они показали ему чертежи необычного механизма И попросили помочь им разобраться в принципах его работы Вначале он колебался Все-таки это была могущественная Эндора Если ей что-то нужно, значит это что-то действительно нечто важное Но в конце концов он начал изучать чертежи Из-за сопротивления в основном Он регулярно высылал нам отчеты о работе Но ему не удалось многого добиться А теперь я совсем ничего не понимаю Я бы не удивился, если бы за его убийством стояло государство Но почему ты? Ведь он помогал сопротивлению, не так ли? Что это была за технология? Хороший вопрос У профессора не было полного описания Вполне возможно, его не было даже у Эндоры Он информировал нас только о возможных шагах Эндоры Например, о том, что она собирается начать поиски чего-то на стройплощадках вокруг Праги Он так и не уточнил, что это было Возможно, он и сам не знал, до тех пор, пока он снова не позвонил мне вчера Он довольно рассеянно обронил, что наконец понял, как работает это устройство Он сказал, что оно опасно И что эта технология не должна попасть в чужие руки Особенно в руки Эндоры По его словам, это не оружие, а нечто гораздо худшее Но что тогда? Я не знаю И может быть, мы никогда не узнаем Потому что профессор сам хотел этого Он надеялся, что еще не поздно Что он единственный, кому известно об открытии Он сказал мне, что не может допустить, чтобы кто-нибудь разузнал эту тайну И попросил моей помощи Ты... Ты хочешь сказать, что профессор попросил тебя убить его? Так оно и было Что? Я должен в это поверить? Но, с другой стороны, это многое объясняет Когда я был у профессора в последний раз, казалось, он был чем-то обеспокоен Он будто ждал кого-то Да, он ждал меня Я увидела тебя и подождала, пока ты не уйдешь А потом... Потом я убила профессора Он сказал мне, что на самом деле я помогаю ему Помогаю навсегда забыть Он стал слишком опасен для всех нас Если бы в Эндоре принялись за него всерьез, он рассказал бы им все Определенно К моему возвращению там уже была полиция Они даже вызвали следователя Это удивило меня, потому что обычно они даже не убирают тела Действительно странно Даже для меня Похоже, этой технологией заинтересовалось государство И это нехорошо Хотя профессор так никому ничего не сообщил Я боюсь, что его жертва была напрасной Почему? Остались какие-то чертежи или записи? Нет Но похоже, что Эндора все еще продолжает исследования И так как смерть профессора вывела из себя даже безымянного Можно предположить, что за этой технологией охотилась не только Эндора Это, конечно, все очень интересно Но это так нудно, если честно, слушать То есть очень много всего Очень-очень-очень С одной стороны интересно Но с другой стороны я сижу чуть уже не засыпаю Так Я запутался Мне нужно кое-что прояснить Итак, у Эндоры есть чертежи какого-то устройства На базе неизвестной технологии Которая обладает высокой ценностью Они попросили Петренко помочь им понять эту технологию И спустя некоторое время он смог это сделать Но он выяснил, что она опасна И решил, что будет лучше унести тайну с собой в могилу Нежели позволить ей попасть в чужие руки Да, верно Но какова роль государства во всем этом? Что это может быть за технология, если вдруг все так ею заинтересовались? Сложно сказать Но ясно одно Никто не собирается сдаваться просто так Шаг за шагом Каждый по-своему Они будут пытаться заполучить ее Государство использует разведку Эндора вложит средства в исследование И, конечно-то, Олекс не останется в стороне Так это, наверное, Half-Life 3 Мне нужно заново... Итак, у Эндора они и решили... Да Но каково... Сложно, шаг и конь... Короче, я не понял, зачем он второй раз это спросил Мне нужно идти Но вообще-то... Что мне теперь делать? Я думала, ты так этого и не спросишь Выбор у тебя небольшой Либо тебя убьет безымянный Либо ты присоединишься к нам К истинному сопротивлению Ну да Действительно, выбирать не из чего Поэтому... Лучше тебе сейчас вернуться домой Отдохнуть А утром выполнить задание Которое тебе дал безымянный Но документы, которые сможешь найти, принеси мне После этого домой тебе лучше не возвращаться А куда? Вообще-то было бы неплохо Если бы ты не подходил к воротам Или вообще к тем местам, где ты сегодня появлялся Кто-нибудь может тебя узнать И это будет проблемой Скорее всего, безымянный не сразу бросится на твои поиски Он считает, что ты ему доверяешь Но в конце концов он поймет, что ты его надул И захочет отомстить Но он дал мне эту карту С помощью нее он сможет меня выследить Держи ее пока при себе Иначе он начнет что-то подозревать Завтра ты получишь новую Хорошо, ну что же Мне кажется, я должен сказать спасибо Пожалуйста Но если ты поможешь нам выяснить, что затевает Эндора И зачем идет вся эта охота Это мы должны будем благодарить тебя Она очень решительная, хотя вовсе и не кажется такой Ее ничем не смутить Надеюсь, ей можно доверять Это что такое? Можно сказать, что Андрея живет впроголодь Подогревает офисные обеды Эндора Фуа Я встречал только одного человека, которому они нравились И он уже не с нами Его повысили И теперь он работает в правительственном квартале А С меня хватило этого на работе От одного их вида становится дурно Понятно Что-нибудь Мне лучше Хорошо Что? Да, я знаю Хорошо Если тебе понадобится Ну допустим Так, мы в каких-то вообще непонятных местах оказались Урна Дальше я не пойду Лестница, кажется, не очень прочной Думаю, это то, что осталось от Вултавы Только теперь в этой реке почти нет воды Зато много всевозможного мусора Как Москва-река, да? А лучше не нырять Набитые до отказа у урны Впрочем, как и везде Внутри нет ничего Ну нет Так, нет Пойдем Обратно Хотя, постой Куда мы вообще пришли? Ага Так, сюда нам путь заказан Сюда тоже То есть мы можем сейчас только к себе на квартиру Хорошо Допустим Так, теперь, собственно, надо идти домой Видимо, я сплю в этой квартире в последний раз Нужно провести ночь с комфортом А это как? Расскажи Я здесь Я готов Что с тобой? Снились кошмары? Да, вроде того О грязных делишках Эндоры Государство И все такое прочее Ты привыкнешь Мы живем в опасном мире Да, конечно Так что ты теперь хочешь, чтобы я сделал? Как я уже говорил вчера вечером Нам нужно найти оставшуюся часть документов на здание Которые хранились у начальника строительства Я провел небольшую разведку Они до сих пор находятся в его трейлере на стройплощадке Сейчас там никого не должно быть За исключением нескольких андроидов Но ты сможешь с ними справиться? Ну, хорошо Вижу, вы прекрасно осведомлены Без хороших осведомителей сопротивление и дня бы не просуществовало Разумеется Иди же И запомни правило Не возвращаться с пустыми руками Конечно Так, у нас тут, смотри, полицейские машины Никогда не видел, чтобы здесь было так пусто Интересно, почему стройплощадка до сих пор охраняется? В промышленном квартале, конечно, и так немноголюдно Но похоже, что сюда вообще никому не следует приходить Но тут, мне кажется, явно нет смысла идти напрямую И еще одна куча мусора Я туда не пойду У меня есть Я не могу здесь долго находиться Вдруг они захотят проверить мою карту Все тогда Полицейская машина Должно быть, это одна из последних моделей полицейских машин Кто-то здесь очень заботится о безопасности И этот кто-то не государство Полицейские машины государства немного отличаются по цвету Да? Я не могу угнать полицейскую машину Я помню, как мальчишкой я их использовал, чтобы разрядить батарейки Мигалка начинала работать, если к ней поднести разряд Не знаю, получится ли это сейчас Теперь я понимаю, насколько опасной была эта игра Да? Какая-то машина странная То ли она на двух, то ли на трех колесах, я не могу понять На трех колесах, это знаете, как у мистера Бина была машина Так В этом здании начальник строительства Остальные документы, к сожалению, там Ну ладно, допустим Пойдемте сюда Мы тут как-то так очень автоматически оказались Так, давай сюда Тут мы явно не пролезем, потому что тут какая-то лазерная решетка Электричество Так, спуститься по лестнице Обратно к воротам Давай сюда У нас тут есть строительный мусор Кругом мусор Никому Песок, мусор, провода Мне это не нужно Как хочешь Здесь нет Кругом мусор Дверь явно не новая, но похоже Я не смогу Как нам быть В данной ситуации Лучше не надо Трата времени Ну не знаю, не знаю Так, давай почитаем Что у нас тут есть А, универс... Нет, это... Это все не то Увести андроидов? А как? Как это сделать? А, разряд... Точно! Разряд Факт Ой, сейчас он меня заметит Может оно еще сработает М-ружье вообще классно стреляет Если сработает тревога, мне придется быстро исчезнуть Вали! Хм, надеюсь меня никто не заметил Теперь они там еще долго будут бегать Мне не стоит возвращаться, пока они не вы... Тааак, он куда-то пошел А второй? Ага, эти тоже пошли Ну, допустим Он что-то говорил там про разряд? Я не смогу открыть Дверь явно не... Тааак, о чем я делать? Луч... Не знаю, что делать Не знаю, что делать Э... Плохо Нет, э... Ра... Этот... Не так Лучше не надо Сейчас я не могу... Я не смогу открыть дверь без ключа Дверь явно не новая Так, а как же мне открыть эту дверь? А... Чуть не просмотрел его в этой грязи Он заржавел Еще немного и рассыплется Короче говоря, ребята Ключ был вот здесь Я его второй раз нажал сюда Применить действие Оказывается, тут был ключ Под арматурой Таак... Точнее, под бетоном Не арматурой Да ладно Так, старый ключ Подойдет? Я удивлюсь, если он Не подойдет Ну, давай Как я и думал Подходит Хм... Подходит, но я не могу его повернуть И вынуть тоже не могу Да уж, это было бы слишком просто А что делать? Попробую применить силу Давай Черт Ключ не выдержал такого обхождения Зараза Плохая идея Ключ сломался и застрял в замке Что же мне делать? Эм... Не так Этот номер не пройдет Ключ сломался Когда я поднажал И застрял в ржавчине Которая осыпалась с замка Так Давайте поищем что-нибудь на улице Я не знаю Тут что-то есть Не знаю, что это за сорняк Но он, похоже, очень живучий Маленькие веточки Могут пригодиться Чем они мне могут пригодиться? Не знаю Видимо, как-то в дверь Можно применить Так Давай применим Ветка Дверь Попробуй почистить замок Давай Ну-ка Теперь ключ должен повернуться Я почистил замок, но ключ... Давай, не знаю, плоскогубцы Теперь ключ должен легко открыть дверь Давай Отлично Открыли Так Кажется, я знаю, что нам надо делать Старая отработанная схема Так, валим Я не могу пока туда идти Андроиды, скорее всего, собрались вокруг машины Ну и пусть Мне не жалко Так, а ещё Эти Товарищи Да-да-да Давайте, валите отсюда Так, ты-ты давай Третий Зараза Надо как-нибудь не за... Как? Так О, окно Не так давно я здесь работал А сейчас я устраиваю саботаж Как бы там ни было Здесь не было никакого плана строительства Как же я рад... Давай побыстрее, а сейчас всё это выключится Так, я не смогу туда зайти Не открывай Кондиционер не работает Внутри, похоже, адская жара А что мне надо сделать, интересно? Так Ага Кажется, я понял, что мне надо сделать Но это надо делать очень... Офигеть, как быстро Так, давайте сохранимся И... В принципе, я догадываюсь, какой примерный план надо сделать Надо ружьё два раза использовать Так, валим Офигеть, валим Я не... Так, давайте Один андроид уходит Сейчас второй уйдёт А третьего мы вырубим И может даже с собой его утащим Не знаю Как пойдёт Давай, давай, давай Блин, нельзя так как-то скипнуть Это же всё не очень интересно Давай, давай, давай Обходи, обходи, обходи Сбоку, сбоку заходи Здравствуйте Хорошо Один готов Ага Хорошо Теперь я вижу, насколько необычен был план первого этажа Строительство вовсе не должно было завершиться Конечно А обратно как? Мы через окно улили? Подожди, подожди, нет Стой Вот Файлы Стол Полка Здесь могут быть остальные документы Здесь много ящиков Но только на одном написано Эндора Обыскивай все Бинго Так Теперь нужно убираться отсюда Я впервые вижу стол начальника с этой стороны Все прибрано Здесь Так Ладно Больше ничего нету такого интересного Папки неактивны Так, ладно Света мало, но может быть оно и к лучшему Так, а как выбраться-то мне? Эй Люди Света мало Это нормально, что я сейчас, ну Я не могу выйти Так вот я тоже думаю, а как я обратно-то Попаду Похоже Это окно можно открыть Да неужели? Ручки нет Зараза Давай, не знаю, ломиком Не знаю, что делать Догадайся Этот номер не пройдет Давай так Не так Здесь нет ручки, но я вижу щель между окном и рамой Такая же щеколда, как у обычных дверей Может быть я смогу ее открыть? Ручки Ну давай щеколду Не знаю, что делать В смысле, не знаю, что делать А, теперь ты знаешь, что делать Гениально А теперь нужно быстро уходить Факт Вырубил еще там андроида Так, я надеюсь, это Вертиховска нас не обманула Потому что если обманула, будет очень плохо Так Итак, я здесь Безымянный отправил меня за оставшейся строительной документацией Мне пришлось пройти мимо нескольких андроидов, но проблем не возникло Да, у тебя быстро получилось Покажи мне документы Мне надо их просмотреть Подожди здесь А ты куда? Да уж Надо признаться, это занимательное чтение Что тебе удалось обнаружить? Несколько интересных вещей Стройка, на которой ты работал, на самом деле была шахтой Эндора ищет редкий элемент около Праги Элемент? Да Радий Это один из наиболее радиоактивных элементов И его мировые запасы практически истощены Тут еще кое-что есть Еще интереснее Хотя до первой мировой войны радий почти не использовали После создания первых андроидов он стал очень ценным Его стали использовать в логических контрольных компонентах андроидов Но это было не лучшим решением Люди, которые находились в близком контакте с этими компонентами Например, технический персонал Быстро умирали от рака или анемии Поэтому был изобретен другой тип контрольных компонентов А радиовые шахты, уже практически истощенные, были закрыты Но согласно этим документам остается еще один запас радия Он находится здесь, в Праге, уже очень долгое время Немцы спрятали его здесь еще до конца Второй мировой войны Когда пытались достичь победы любой ценой Но они не успели использовать этот радий Я не знаю, как Эндора пронюхала об этом Но именно поэтому они начали стройку, которую и не планировали заканчивать Им надо было найти запас радия, но так, чтобы никто об этом не узнал И у них это почти уже получилось Но тут ты начал совать свой нос во все это дело Подожди, подожди А почему бы Эндори просто не откопать этот радий? У них есть для этого все необходимые ресурсы Может, потому что это вызвало бы еще большее недовольство и всякие слухи? Чтобы получить один грамм радия, надо добыть несколько тонн уранита Или другого минерала, содержащего радий Эндора не только добывала его здесь, но и упаковывала для транспортировки Но что они собираются делать с этим радием? Ты же говоришь, что он больше не используется Я не знаю, что они планируют Но это наверняка как-то связано с новой технологией, которая стоила профессору жизни Надо узнать, что задумала Эндора Нам нужно бразиться ради и как можно больше информации А где сейчас радий? В лаборатории Эндоры, в Колине Это город к востоку от Праги Тебе придется отправиться в путешествие, Ричард Вот твоя новая персональная карта Отправляйся, не задерживаясь Я оповещу сеть сопротивления За всем этим наверняка кроется что-то очень значительное Хорошо, я понимаю А как мне добраться до этого Колина? Наш человек отвезет тебя туда на такси Потом он будет ждать тебя неподалеку Ты вернешься еще до полуночи Удачи Интересно В общем-то, ребят, давайте на этом заканчивать Всем большое спасибо за внимание В следующей серии, я думаю, мы продолжим Разбираться со всем этим Непонятным Довольно запутанным расследованием Так что На сегодня все Все как всегда Вставляем свои комментарии Подписываемся на канал Вставляем лайки Вступаем в группу ВКонтакте Ну и на этом все Всем большое спасибо С вами был Павел Увидимся в следующей серии До новых встреч Всем пока